31 мая у нас проходили первые государственные экзамены. Это химия, география и литература. Технических сбоев не было абсолютно никаких, то есть с точки зрения организации, но были удалены два ученика, один выпускник прошлого года, одна выпускница этого года. Первое, конечно, я хотела бы обратить внимание всех выпускников и родителей. Все уже привыкли и все знают, что экзамен проходит под видеокамерами, что все это вскрывается. В случае, когда это вскрылось, ученик уже в этом году данный экзамен пересдать право не имеет, только через год. Результаты у двух выпускников в данном случае были аннулированы и заведены дела об административном правонарушении. То есть в одном случае это был телефон, а в другом случае это была, попросту сказать, споргалка или дополнительный материал. Другие экзамены они сдавать будут, но в данном случае уже те, которые они хотели, и, наверное, намеревались поступать в ВУЗ по профилю. Эти экзамены только через год. Мы говорим всегда об объективности результатов процедуры ЕГЭ. Это проходит, к сожалению, появляются ежегодно такие выпускники. На это нужно обращать внимание и все-таки родителям в первую очередь тоже. По русскому языку у нас самое большое количество участников, потому что мы понимаем, это основной предмет, на основании которого дается аттестат. Пунктов у нас в этом году всего 86, это больше, чем в прошлом году. Из них стационарных 55, а ЕГЭ сдают на 53 пунктов. Что касается безопасности САН и ПИД, она точно такая же, как и в прошлом году. Отличается, пожалуй, только тем, что уже в каждой абсолютно аудитории стоит рециркулятор. Все остальное также и обработка аудитории, и маски, и медицинский работник, замеры температуры, то есть это все есть. Питьевой режим организован. Ну и очень здорово, что в этом году не так жарко, как в прошлом году на едином госэкзамене. Это немножко упрощает участие выпускникам.